МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регулирование дорожного движения с помощью светофора одна из актуальнейших гомельских проблем. Из 198 устройств, которые установлены в городе, на центральном управляющем пункте видят только 85. Из всех областных центров такая ситуация характерна только для Гомеля. Последний раз модернизация пункта проводилась более 15 лет назад. С того времени транспортная ситуация изменилась значительно. Все понимают, на реализацию планов потребуются немалые средства, но если более половины светофоров работает практически в автономном режиме, это не лучшим образом сказывается на дорожной безопасности. Цена вопроса ориентирована сейчас 670 тысяч белорусских рублей. Более точно будет, когда разработана проектно-осметная документация, так ориентирована нам АГАД-системы управления. Есть предприятия, которые занимаются этим. Ну, их несколько в Беларуси и таких предприятий. Естественно, когда будет разработана проектно-осметная документация, объявлен тендер, то уже по результатам тендера тогда можно точно будет говорить, какая это будет сумма. Ну, зачастую в тендере она очень понижается и прилично. В числе наиболее перспективных путей для снижения уровня аварийности максимальное исключение пересечения транспортных и пешеходных потоков. Что это может значить на практике, объясним на примере улицы Гагарина и расположенная рядом средней школы номер 21. На краю проезжей части столько стоящих авто, что подъехать к 21-й школе достаточно проблематично. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что в таких условиях учащиеся не всегда видят двигающиеся автомобили, и водители порой замечают детей в последний момент. Впрочем, и с другой стороны школы на улице столярной ситуации не лучше. Несколько лет назад здесь открыли поликлинику, однако никаких стоянок возле нее не построили. Как результат, машины паркуются возле учебного учреждения. Желательно, чтобы здесь было более свободное пространство, чтобы хотя бы дети видели, куда выскакивают на дорогу, ну и водители видели, что ребенок здесь ходит. Потому что знаков, что тут школа и всего никаких лежачих полицейских нет. И дорога получается ровная, и водитель едет, ребенка может не увидеть. Каким образом можно исправить ситуацию, видно на примере Гомельского центрального рынка. Здесь возле пешеходных переходов установили специальные ограничения, в результате чего водители уже не могут создать аварийную ситуацию. Значительно тяжелее реализовать такой проект на дворовых территориях. На многих из них автомобилей столько, что места для жителей практически не остается. Особенно характерна такая ситуация возле крупных торговых и развлекательных центров. Среди предлагаемых мер также обустройство на некоторых улицах дополнительных карманов для остановок общественного транспорта. По мнению Госавтоинспекции, появление таких карманов будет целесообразным на остановках областная больница, УАО «Татьяна» по проспекту Октября, а также на отдельных отрезках по улицам Хатаевича и Ильича. Для выполнения этих мероприятий необходима разработка проектной документации, вынос сетей, устройство асфальтирования, устройство кармана и значительное финансирование. Вопрос этот сейчас рассматривается для включения в программу строительства дорожной сети на 2020 год. Несколько лет назад Институт Гомельпроект предложил проект реконструкции Гомельской улицы Барыкина. По словам разработчиков, его реализация позволит создать достойную среду обитания. Правда, когда планы станут реальностью, сегодня не знает никто. Для этого нужны средства и немалые. Однако идея выглядит действительно эффектно. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели.